Одразу некольких хотимских проектов отримали грант Глобального экологичного фонда. Основная мета проекта охова на вакульнага сяродзе и поддержка приватных идей за знакой «экологична». Пропановы прошли довольно жесткий отбор, с 8 проектов финансирования отримали 2. Заховать без разностаенности гидрологичного заказника Лобня. Вось мета одного из проектов, который отримал грант Глобального экологичного фонда. У заказнику обитают живёлы, занесенные в «Червоную книгу». Утым леку чёрные буслы. С часом плотина почала разбураться, а разом с тем изменяться и вся экосистема. Да помахчиможа будовництва новой плотины. В рамках проекта была разработана вся эта система работы, что необходимо сделать там, чтобы сохранить вот этот, так сказать, природный заказник, чтобы и наши потомки тоже могли видеть и тех же чёрных аистов, и наблюдать за жизнью этих животных. И эта экосистема не нарушена была, и это место сохранилось. Увёзцы Канава засталось меньше за десяток жилых домов. В уличном осветлении у таких населенных пунктов просто нерентабельно. Лехторы на солнечных батареях. Соправдное выезде для таких населенных пунктов. Грант на их установку дозволит значно скоротить затраты. Общая сумма этого институционного проекта составляет 75 тысяч долларов. Из них 35 тысяч будет профинансировано за счёт средств Глобального экологического фонда. Использование этой технологии позволит уйти от использованной традиционной энергии и позволит окупить этот проект в течение трёх с половиной лет. Одновременно по расчётам произойдёт снижение выброса в атмосферу углекислого газа на 3 тонны в год. Реализация обо двух проектов распашнется в 2017 году. Андрей Шляк, Катериноблакова, Миклай Соболев, Новинрегион.